Доброе утро, дорогие садоводы! Сегодня я хочу поделиться с вами своим отношением к выгонке луковичных культур. Сейчас самая пора продажи луковичных. Ну, еще неделя, две, три, и цены на них начнут снижаться. У вас есть время до того момента решиться, будете вы это делать или нет. Конечно, можно купить уцененные луковицы и первый раз попробовать с ними работать. Что мы делаем? Мы очищаем от кожуры, поскольку она может у нас с вами загнить и причинить нам массу неприятностей. Берем очищенные луковицы и вставляем вот в такой горшочек, наполненный плодородной смесью. Какая будет плодородная смесь, вы решите сами. Это может быть и компост с лесной землей, и садовая земля с перегноем. То есть та смесь, которой вы больше всего доверяете. Вот сейчас я их просто размещаю по окружности. Вот в такой пересадочный контейнер я посадила 9 луковиц. Вот такая наполненность луковицами, такого, казалось бы, небольшого объема, она может показаться излишней. Но когда у вас весной вырастут и зацветут тюльпаны, это будет великолепный букет в одном контейнере. Вы можете этот контейнер либо закопать в землю, либо поставить в кашпо. Сейчас я засыплю это землей. Вот так утрамбую. Я не буду это поливать. Я просто уберу сейчас в сухое прохладное место. А когда наступят морозы, я опущу в яму. Если нет возможности опустить в яму, это можно будет закопать в землю. Снег ляжет, укроет. Весной, рано весной, как только оттает снег, вы вытаскиваете этот контейнер из подвала, выкапываете из земли, ставите в теплое место, и они начинают, луковички начинают, активный рост. Вот это контейнерная форма выращивания. И ее не надо бояться. Она для наших условий очень даже и удачная форма. Ну что, будем рисковать? Удачи вам и хорошего цветения тюльпанов. Да, минуту. У меня же с прошлого года осталась бирочка. Я ее вставлю, чтобы знать, что вот эти тюльпаны будут цвести вот так, и куда я их поставлю, не там, где цветут белые. Будут много разных пятен.